В сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. США и Великобритания наносят удары по хуситам. На судоходство в Красном море Израиль в мировом суде защищается от обвинений ЮАР в геноциде. Кроме того, лидеры евангелистов свидетельствуют о событиях 7 октября, а также десятки тысяч молят Бога у западной стены о милосердии и переменах в войне с Хамасом. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Вы смотрите место встречи Иерусалим, я Крис Митчелл. США и Великобритания при поддержке еще четырех стран начали массированную атаку на хуситов в Йемене. Удары последовали в ответ на регулярные нападения группировки, поддерживаемой Ираном, на суда в Красном море. Президент Байден санкционировал удары, поразившие по меньшей мере 16 военных объектов в Йемене. С 19 ноября хуситы нанесли удары по кораблям 40 стран. Эти нападения на суда в Красном море представляют прямую угрозу для жизни людей, свободы судоходства, а также международной торговли. Нападения хуситов оказали серьезное влияние на мировую торговлю, поскольку около 15% торговых потоков проходят через Красное море. Тысячи судов были вынуждены отклоняться от маршрута или идти окольными путями, платить больше за страховку. Это привело к росту цен от топлива до медикаментов и продуктов питания. В четверг Совет Безопасности ООН самым решительным образом осудил нападение хуситов. Атаки происходят параллельно с наступлением Израиля в Газе, которая сталкивается с критикой некоторых представителей США. На Капитолийском холме сенатор Берни Сандерс представил резолюцию, которая может сократить помощь Израилю. Голосование в Сенате запланировано на вторник. Законопроект потребует от Госдепартамента каждые 30 дней отчитываться о предполагаемых нарушениях прав человека в иностранных государствах. Если Госдеп не представит отчет, вся помощь Израилю в области безопасности будет сокращена. А Израиль в международном суде защищается от обвинений Южной Африки в геноциде против палестинского народа в Газе. Теперь перед Израилем открывается еще один фронт в этот самый темный час со времен Холокоста. Военные корреспонденты Биэн Чак Холтон ведет репортажи с самого начала войны Израиля с Хамасом. Благодаря военному прошлому у него всегда есть интересная точка зрения. Недавно мы обсудили с ним последние новости. Чак, рад видеть вас. Прошло уже более 100 дней с 7 октября. 27 октября началась наземная кампания в Газе. Как бы вы оценили работу Цахала с момента ее начала? Перед началом наземной кампании на Газу сбросили более 30 тысяч бомб. Это подготовило поле боя для Цахала. В какой-то степени задача стала сложнее, а в какой-то проще. Впереди войск шли бульдозеры Д-9 Катерпиллер, потому что им пришлось прокладывать дороги там, где они были полностью разрушены. Для восстановления северной части Газы потребуется по меньшей мере десятилетия. Так что в каком-то смысле они очень хорошо справляются с созданием буферной зоны с палестинцами. С другой стороны, вопрос в том, кто в итоге будет платить за ее восстановление, за восстановление Газы. И мне неприятно это говорить, но, скорее всего, это будут Соединенные Штаты. Как бы вы оценили степень сложности? Война в условиях города очень сложная. А как насчет туннелей? Как солдаты Цахала справляются под землей? Проблема в том, что никогда нельзя быть по-настоящему уверенным, что врагов больше не осталось. Вы можете пройти по территории, убедиться, что там нет плохих парней, и думать, что вы в безопасности, пока один из них не вылезет из лисьей норы и не выстрелит в вас сзади. Это действительно усложняет задачу. Знаете, министр обороны ЮАФ Голланд сказал, что Газа — это самая большая база террористов в мире. Вас удивило количество туннелей и оружия, которые бойцы Цахала находили почти в каждом здании, будь то мечеть, школа или дом? О, безусловно. Меня поразило то, что мы начинали операцию, уверенные в том, что Газа — это город с населением в 2,5 миллиона человек, в котором есть какие-то военные объекты неизвестного масштаба. На месте Цахал обнаружил, что Газа — это, по факту, гигантская военная база со множеством гражданских лиц на ее территории, и практически все в Газе так или иначе оснащено оружием. Возникает вопрос, как быть жителем Газы, когда все закончится, и не будет никаких служб, не будет воды, не будет электричества. Все придется начинать с нуля. Но сначала им придется разгребать обломки. И поэтому пока что мой главный вопрос в том, как все это будет работать после окончания войны. Да, в Израиле на этот счет идет большая дискуссия, что будет с Газой после войны, но это лишь одна сторона. На севере находится потенциально более серьезный фронт, где действует Хизбалла. Какие там перспективы? Цахал говорит, что, возможно, им придется войти в Ливан. Мы не можем отправить людей обратно жить у границы, если Хизбалла продолжит ежедневно выпускать по ним ракеты со своей стороны. Мы должны положить этому конец. Тактика с предварительной бомбардировкой уже не сработает, и единственный способ действовать на земле, в Ливане, и оттеснить Хизбаллу за реку Литании, как в любом случае и должно быть. Соединенные Штаты упорно сопротивляются этой идее. Они не хотят этого допустить. Конечно, Цахал тоже не хочет этого, но им придется сделать то, что должно, чтобы решить эту проблему. Израиль все равно не может жить, сохраняя статус КВО. Поэтому им придется что-то делать. И я думаю, что сейчас они готовы войти в Ливан, если до этого дойдет. Что лично вы думаете по этому поводу? На это могут уйти месяцы. Какое-то время это будет продолжаться. Возможно, больше года. Для того, чтобы они сделали то, что должны, чтобы обезопасить свой народ, им потребуется много месяцев. Но я боюсь, что Бенемин Нетаньяху выдвинул недостижимые условия победы. Он не только говорит, что мы должны ослабить боевой потенциал Хамаса и уничтожить его как государственный институт, но и избавиться от идеологии радикального терроризма, которая привела их к такому положению. А террористов по всему миру сотни миллионов. Вы не сможете уничтожить их всех. Поэтому я сомневаюсь, что победа, как ее видит Бенемин Нетаньяху, достижима. Что ж, посмотрим, что произойдет дальше. Чак Холтон, спасибо, что были с нами. Далее в программе. Пока в Газе продолжаются бои, в Америке набирает обороты гонка за президентское кресло. Посмотрим, как война Израиля с Хамасом влияет на политику США. Все внимание приковано к Ближнему Востоку, и война Израиля против Хамаса грозит перерасти в региональный конфликт. Тем временем в США республиканцы и демократы борются за место в Белом доме. Я поговорил с аналитиком CBN News по Ближнему Востоку Джоном Ваге о том, как война влияет на американскую политику. Джон, вы освещали события на Ближнем Востоке почти 30 лет и еще дольше политику в США. Скажите, как события здесь в Газе и Израиле и ситуация с Хизбаллой влияют на американскую президентскую кампанию в 2024 году? Здесь в Израиле люди находятся в центре экзистенциальной борьбы. Они даже не знают, как реагировать на тот факт, что американцы самым прямолинейным образом пытаются навязать людям то, что лучшее в политической гонке. Это очень странно. Например, Джо Байден, выступая в афроамериканской церкви в Южной Каролине, в начале этого месяца пытался донести до людей мысль об опасности превосходства белой расы в США. А в это время его перекрикивали антиизраильские и пропалестинские демонстранты. Именно это и было главным выводом СМИ из всей истории. Люди перекрыли практически все въезды и выезды с Манхэттена. Они просто перекрыли там все. А американским евреям остается лишь задаваться вопросом. Таким образом, в городе, где живут более миллиона евреев, может происходить демонстрация сторонников Хамаса. Знаете, это дихотомия, с которой трудно смириться. Но она действительно влияет на политическую гонку. 7 октября в Демократической партии произошел сдвиг из-за пропалестинских демонстрантов, выступающих за Хамас. Они связаны с некоторыми сотрудниками Байдена из Госдепартамента, которые написали письмо, в котором требуют немедленного прекращения огня и выступают против этой произраильской позиции Байдена. Это свойственно демократическим массам. Опросы показывают, что большинство молодых людей поддерживают Палестину. А почти 75% всех республиканцев поддерживают Израиль. 80% христиан-евангелистов. Так что здесь налицо раскол. Вдобавок ко всему этому, этот раскол в Демократической партии не привлекает особого внимания, за исключением тех случаев, когда критика касается непосредственно президента Байдена. Но на самом деле демократы не хотят, чтобы он снова стал президентом. Потому что не поддерживают его политику на Ближнем Востоке ни в каком виде. И тут появляются традиционные демократы-евреи. Их соотечественники в Израиле ведут экзистенциальную борьбу, а антисемитизм в университетах растет в геометрической прогрессии. Это ставит их перед дихотомией. Глядя, как молодые люди становятся пешками в политической игре, еврейские доноры больше не могут поддерживать такие учебные заведения, как Университет Пенсильвании. Что же происходит с политической компанией? Деньги — это материнское молоко политики, а молодые люди — это ее пехота. И Джо Байден пытается все это свести воедино. Кажется, они пытаются удержать традиционных еврейских сторонников демократической партии и еврейского государства. Но Байден тянет в другую сторону. Все сводится к одному ключевому штату. И вот в одном определенном штате, а именно в Мичигане, много избирателей-арабов, которые могут склонить этот штат против Байдена. Да, но Мичиган не единственный. У демократов та же проблема и в других местах. Им очень нужна еврейская поддержка, но и от мусульманской явки они тоже отказываться не желают. И если они продолжат поддерживать Израиль, то мусульманам это не понравится, а это, как вы упомянули, множество голосов, в частности, в Мичигане. Сейчас январь, и 24 октября все ближе. Каким вы видите дальнейшее развитие событий? Крис, вы уже несколько раз бывали на севере. Что произойдет с политическими дебатами в Соединенных Штатах, если эта война распространится? Это сложный вопрос. Думаю, если конфликт на севере разгорится, то администрации Байдена придется пересмотреть свою позицию, а решение о двух государствах здесь не слишком популярно. Люди на севере хотят того же самого, что и люди вокруг Газы, и они добились тотальной атаки, чего на севере пока не произошло. Но я не думаю, что они согласятся на что-то другое. Вы с ними больше общаетесь. Да, они хотят, чтобы с Хизбаллой разобрались так же, как и с Хамасом на юге. Посмотрим, что будет происходить в течение года. Джон, спасибо за ваш анализ, а мы продолжим освещать эту тему. Спасибо, Крис. Далее в программе. Лидеры евангелистов свидетельствуют о резне, устроенной Хамасом. Посмотрите, как они поддерживают Израиль в его самый темный час. Лидеры американских евангелистов недавно посетили еврейскую общину, атакованную Хамасом 7 октября. Корреспондент CBN на Ближнем Востоке Джули Стал с репортажем об их реакции на увиденное. Это кибуц Кфар-Аза, расположенный вдоль границы с Газой. Он стал одним из 22 населенных пунктов, подвергшихся нападению Хамаса 7 октября. Здесь убивали, похищали, насиловали и сжигали заживо детей. Все это происходило прямо здесь. Посол Дэнни Данон привез сюда евангельских лидеров, в том числе губернатора Майка Хакаби и губернатора Сэма Браунбека, прибывших в Израиль в рамках миссии солидарности. Мы здесь, чтобы напомнить международному сообществу, что мы не забыли о происшедшем. Именно поэтому мы преследуем Хамас в Газе, и мы полны решимости завершить миссию. Илан Буюм живет со своей семьей в Кибуце Кфар-Аза. Его сына Ювали убили во время нападения. Он жил в районе, который был в основном заселен молодыми людьми от 18 и старше, которые решили остаться в общине. Это произошло прямо на границе с Газой. В то утро, когда произошло нападение, мы говорили по телефону некоторое время, и он сказал, что слышит их. Они были повсюду, даже пытались открыть его дверь, но они просто ушли. Мы надеялись, что они не вернутся, но они вернулись. Около 12.30 мы потеряли связь с сыном. Этот участок заграждения позади меня стал одним из первых мест, где начался ужас 7 октября. Сотни террористов Хамаса ворвались в Кибуц Кфар-Аза. Они убили десятки человек, они забрали с собой в Газу 18 заложников. Это реальность, с которой столкнулись люди. 900 местных жителей эвакуировались. Кто-то вернется, а кто-то, наверное, нет. Моя семья боится возвращаться, но я лично чувствую, что меня здесь что-то держит, как будто я оставил здесь сына. Поэтому я чувствую, что хочу вернуться, независимо от того, насколько это опасно. Но чтобы почувствовать себя здесь в безопасности, потребуется много времени. Потому что мы жили здесь уверенные в том, что если кто-нибудь преодолеет заграждение и придет из Газы, армия отреагирует и предотвратит любое нападение на Кибуц. Но этого не произошло. Капитан Цахала в запасе «Майя» проинформировала лидеров о случившемся. Общество здесь понесло огромную утрату. Эти люди, которые верили в мир и процветание, были бесчеловечно убиты в собственных домах. Жестоко и по-варварски. Губернатор Хакаби говорит, что посещает Израиль в течение уже 50 лет, но все равно не был готов к тому, что увидел. Я просто хочу, чтобы мир понял, это не военная акция против вооруженных сил Израиля. Это была резня невинных гражданских лиц, детей, женщин и стариков. Цивилизованные человеческие существа так не поступают. Он назвал это нападением на человечность и заявил, что Израиль должен уничтожить Хамас. Это не политический вопрос, это не социально-экономический вопрос, это не географический вопрос, это не горизонталь лево-право, это вертикаль, это верх и низ, рай и ад. Это добро против зла, и то, что здесь произошло, это зло. Губернатор Браунбек говорит, что он ошеломлен размахом бойни. В стране ощущается коллективный шок. Это была не бомба, это была рукопашная бойня. Люди смотрели в глаза другим и стреляли в детей. Уровень разврата и жестокости просто поражает. Он говорит, что никто не хочет наносить ущерб Газе, но Израиль должен защищать себя. А в это время по всем Соединенным Штатам висят постеры с надписями «От реки до моря? Палестине волю». Что же это означает изгнать всех из Израиля и утопить в океане? У Израиля есть право защищать себя, и он должен этим воспользоваться. Браунбек отметил, что за всем этим стоит Иран. Нужно начать прямое противостояние с Ираном, иначе это будет продолжаться снова и снова. А палестинцам необходимо разрешить эмигрировать в другие страны. Тем временем, Дэнни Данон говорит, что мир должен дать Израилю время. Сложно бороться со злом, когда тебя постоянно подгоняют. Террористы прячутся в туннелях и за спинами мирных жителей. Они потратили деньги всего мира, чтобы тайно выкопать под газой целый город. Так что это нелегкая задача. Но мы намерены победить в этой войне. Джулия Стал, новости Сибиен, Кфараза, Южный Израиль. Далее в программе. Тысячи израильтян взывают к Богу, чтобы он смиловался и вернул заложников домой. В канон ста дней войны израильские религиозные лидеры призвали к молитвенному собранию у западной стены. На призыв откликнулись десятки тысяч людей. Взгляните. Тысячи евреев, среди которых семьи похищенных, раненых и солдат, пришли к западной стене, чтобы взывать о милости Всевышнего к Израилю. Мы евреи, и мы верим, что силой молитвы можем изменить все. Так все получается намного лучше. Мы стремимся только к добру, и поэтому десятки тысяч людей просили у Бога, чтобы Он исцелил раненых, чтобы Он вернул заложников, защитил солдат, чтобы Он творил добро и принес мир во всем мире. Главный раввин Израиля Шмуэль Рабинович возглавил молитву у одного из самых святых мест в иудаизме. Это было самое большое собрание у западной стены в Иерусалиме с начала войны 7 октября. Он рассказал нам, что его очень тронуло то, как религиозная и светская части израильского общества собрались вместе. Мы поколение, которому должно объединяться. 7 октября произошло то, что положило конец целому году разногласий. Начиная с 7 октября, мы наблюдаем, как сплотился весь народ Израиля. Оказывается, внутри они заодно и любят друг друга. Во время молитвы звучали шафары и трубы. Читали специальные молитвы о благополучии солдат Сахала, о выздоровлении раненых и возвращении пленных. Представители семей пленных приняли участие в чтении псалмов. Я чувствую себя сильнее здесь, среди людей, которые пришли, чтобы поддержать нас. Шломи Зив, брат Ади, был похищен во время работы на музыкальном фестивале «Нова», где были убиты сотни израильтян, а десятки других взяты в заложники. Что у нас останется без веры, надежды, единства и молитвы? Я молюсь Богу за всех в Израиле, за то, чтобы заложники вернулись домой и за здоровье раненых. Хотя ей нелегко, она верит в народ Израиля. Мы уверены, что правительство вернет всех наших братьев и сестер домой. И мы поддерживаем Минобороны и Цахал, чтобы семьи снова смогли воссоединиться, а их сердца исцелились. Эли Липшиц утверждает, что несмотря на то, что Израиль дает отпор на физическом уровне, нужно нечто большее. Есть ощущение, что нам нужно объединиться на духовном уровне и молиться, кричать, рассказывать всем, что происходит, и молить Бога, помочь нам вернуть заложников, и убедиться, чтобы все они оказались в безопасности. Липшиц говорит, что происходит пробуждение понимания, за что борется Израиль. Очевидно, что эта ужасная террор-атака была совершена против евреев повсюду, и в частности в Израиле, но она была направлена против евреев по всему миру. Мы боремся за весь мир, и если эта война не будет происходить в Израиле, то она распространится повсюду. Важно, чтобы люди собирались и молились Богу, и поддерживали Израиль как физически, так и духовно, потому что это справедливая война, и у нас нет другого выбора, кроме как победить. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете подписаться на нас в соцсетях, а также получить доступ к контенту Сибиен через новости и другие приложения Сибиен. Не забывайте молиться за безопасность солдат Сахала, за всех, кто оказался в опасности, и за благополучное возвращение заложников. Я Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организации Weekend.